на этой заправочке мы ночевали туалет закрыт туалет не работает бензина нет ничего нет дизель только есть до продолжаем дальше двигаться в сторону на набили не вели продолжаем двигаться в сторону не от смоленска по трассе по 133 в сторону не вели впереди нас ждет еще платная дорога посмотрим что там за система оплатывания сколько стоит сколько будет стоить посмотрим если не будет альтернативного объезда придется ехать по платной дороге мы подъехали к платной дороге легковая машина стоит 200 рублей а фургон 320 сейчас поедем платить и поедем по платной дороге люди останавливаются платят и проезжают которые питер заплатил за дорогу оплата за проезд по платному участку автомобильной дороги больше велико святы не мы оплатили выехали на платную дорогу который ведется ремонт эта дорога проходит по деревням имеет массу ограничений 40 километров в час 60 километров в час ограничение как на обычной дороге дорога проходит по деревням временами покрытия совершенно отсутствует временами есть хорошее новое покрытие если вы делаете дорогу платную она должна соответствовать то есть оплате как то есть если в европе мы платим за дорогу дорога мы едем по дороге это автобан платный который не заходит ни в какие города ни в какие деревни скорость 130 километров в час никаких ограничений здесь же какой-то сплошная фикция обман вы платите за проезд но едете по совершенно той обычной дороге которая проходит по тем же самым деревням ходят гуси пешеходные переходы альтернатива этой дороге есть тоже можно ехать по платной дороге можно свернуть перед постом на великие луки вот альтернативный маршрут на 40 километров длиннее ну дорога такая же ну дорога такая же ну посмотрим что нас ждет впереди если будет совсем задница поснимаем покажем какие в России платные дороги есть вот мы проехали платную дорогу бесплатная дорога еще лучше выглядит чем платная да то есть никакой разницы нет единственное преимущество что там очень мало машин никто не хочет платить за эти там сколько 50 километров не знаю 5 евро выходит меньше чуть меньше да ну да дорога практически как стиральная доска мелкие мелкие ямки едет всю дорогу отстой платная дорога отстой там ну клемочку когда нет одного знака блин это Россия если вот не знать куда ехать фиг знает как ночью да заблудились ремонт дороги ремонт моста меня убивают в России убивают нет никаких знаков то есть направление куда ехать зачем ехать если бы не знать что сюда нам сворачивать я в жизни бы не догадался что нам сюда как они так могли бы написать сюда Санкт-Петербург там Усков нет не забраски блэс санкт-Петербург Катюша Субтитры делал DimaTorzok Шестой ротик Субтитры делал DimaTorzok Ася, говори, куда ехать. Ася, куда ехать, говори. Видеорегистратор. Куда ехать? Такая недовольная вся. Мы поняли, и дождь пошел. Ну, конечно, чем ближе к Астонии, тем чаще дождь. Никто не сомневался. А в Спицыной, главное, ехали. Было небо голубое, голубое. Ура, ура, мы приехали в Ивангород. Но нас тут ждала небольшая неприятность. Вернее, большая неприятность ждала. Очередь примерно на 2 часа ожидания. Да, это в лучшем случае 2 часа. Сейчас будет пересмена, и она будет на 1. Стоим полную горку. Машин сегодня среда, 7 часов вечера. Непонятно вообще, с чем это связано. Вот эта вот очередь. Как всегда, российская таможня работает, наверное, не покладая рук. Ну, будем смотреть. Сейчас 18.57. За сколько мы пройдем эту очередь? Ася, Ася, что ты с жопой вечным к зрителям сидишь? Асенька, поворачивайся. Ася. Ася, как ты думаешь, сколько мы, какое время мы потратим на эту очередь? Асенька, как ты думаешь, скажи мяу. Скажи мяу. Не говорит, она не хочет. Мяу. Интересно. Ладно, все, мама за руль, я пошел сериал с мамой. Ну, как так можно работать в таможне, чтобы постоянно такие очереди? Я ума не приложу. Постоянно, да, вот. Ужас какой. Это вот прямое несоблюдение своих... Как это сказать? Прямых обязанностей. Прямых профессиональных обязанностей. Что ж ты вечно недовольна? Стареешь, что ли? Несоблюдение своих обязанностей таможенников. Почему очередь такая? Фиг его знает. Видишь, таможня едет на своих машинках? Все, свободно. Мы ездим, походим. Ася, что на ребятке, и ты на ребяток. Да, Доня, ну хватит. Фу. Какое. Восемь часов мы проехали просто. Собаки радуются? Да, собаки радуются, что приехали домой. Наш замочек. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все, прошли мы обе таможни. Эстонскую таможню мы прошли вообще за 10 минут. Все, мы въехали в наш родной город Нарва. Общей сложности нам на границе понадобилось 1 час, 1 час и 10 минут. Дoy-ка. Ура. Окей. Пока.